Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Новая схема дорожного движения в районе Красной площади. Коммунальные службы продолжают благоустраивать город. С праздником повара и кулинары! Схема организации дорожного движения в районе торгово-развлекательного центра Красная площадь изменится. Решение принято комиссионно и, по мнению специалистов, призвано создать более комфортные условия для автомобилистов. Впрочем, если эксперимент не оправдает себя, то все вернется на прежние позиции, обещают в госавтоинспекции. Многолетнюю проблему заторов в районе Красной площади стараются решить. Чтобы развязать дорожный узел, планируется запустить кольцевое движение. Экспериментально проводим, меняем организацию дорожного движения. Хотим запустить кольцо в районе Красной площади. Схема движения будет осуществлена таким образом. Со стороны поселка Супсех, по улице Астраханской, транспорт будет уходить направо, на сторону улицы Объездной. По Объездной автомобили будут следовать до кольца, поворачивать снова к улице Астраханской. По улице Астраханской, со стороны города, они идут в трех направлениях, транспорт движется. Значит, прямо в поселок Супсех, налево в сторону улицы Объездной и направо в сторону улицы Амелькова. Новую схему движения запустят 24 октября в 7 часов утра. На всех близлежащих перекрестках будет дежурить патруль, чтобы не допустить дорожно-транспортных происшествий. Мы тем самым разгрузим эти направления движения, но в случае, если вдруг не пойдет это движение, мы знаки убирать не будем. Я повторюсь еще раз, делаем это экспериментально. Знаки эти будут снова восстановлены, движение это меняться не будет. В течение трех-четырех дней эффективность новой схемы движения будет опробирована. Если она докажет свою эффективность, временные дорожные знаки заменят на постоянные. Если прежняя схема движения окажется лучше, ее вернут. Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны. Не нарушайте правила и с пониманием отнеситесь друг к другу, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. И к темам благоустройства. В межсанаторном проезде, который ведет от Пионерского проспекта к Симферопольскому шоссе, по поручению глава Анапы Сергея Сергеева прокладывают тротуар. Требование главы Анапы Сергея Сергеева звучит однозначно. Межсанаторный проезд должен быть безопасным для пешеходов. Автомобильное движение здесь интенсивное и до сегодняшних дней не намека на тротуар или заграждение. Как они пойдут, мне интересно. По проезжей части. Здесь же еще и машины будут ехать. Я так думаю. Тогда надо перекрывать здесь движение, чтобы транспортные средства не ехали. Открывать движение пешеходов, ставить знак – это тоже решение. Либо вот это все уродство – убирать сюда и делать тротуар. Не такие большие здесь затраты. Сегодня в межсанаторном проезде работает спецтехника. Дорожники готовят основания. И если не подведет погода, то завтра уже планируют асфальтировать пешеходную дорожку. Протяженность будущего тротуара – 314 метров. Через несколько дней межсанаторный проезд будет отвечать требованиям безопасности. Интенсивное движение на улицах Анапы требует регулярного обновления дорожной разметки. Городские службы приводят в порядок пешеходные переходы. Валики уже в прошлом. Сотрудники Ремстроя осваивают новые установки для нанесения дорожной разметки. Техника мобильная и позволяет выполнить работу оперативно, не прерывая автомобильное движение. Машины с желтой и белой краской распыляют ее под давлением в 16 атмосфер. Это обеспечивает равномерный слой и качественное покрытие. Быстро сохнущая краска посыпается сверху светоотражающими шариками, которые усиливают эффект в ночное время. Работы ведутся днем, поскольку для высыхания специальной краски требуется определенная температура и влажность. Разметку обновят на всех пешеходных переходах курорта. В первую очередь вблизи социально значимых объектов – школ, детских садов. Курортный сезон закончился, но город продолжает обновляться и становиться краше. Кстати, продолжаются работы по замене тротуарной плитки на улице Крымской. Прежняя бережно сложена рядом. Для центральной улицы курорта ее срок службы вышел, но плитка еще пригодится в ремонте тротуаров на периферии. Сегодня во всем мире чествуют мастеров вкусной еды. Международный день повара 11 лет назад утвердили по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. На нашем курорте профессия повара – одна из самых востребованных. Высокий уровень организации общественного питания требует высококлассных кадров. И такие в Анапе и есть. Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. А для Сергея Голубя еда – это и есть жизнь. Он с удовольствием ее готовит. Не для себя, конечно, а для посетителей кафе «Ретро». Сергей Голубь – повар. Сложно представить, но до девятого класса он не умел жарить даже яичницу. Потом все изменилось. По примеру, сестры и тети кондитеров решил стать поваром. И поступил в Анапский колледж сферы услуг. Параллельно начал работать. За пять лет трудовой деятельности не просто освоил до мелочей технологию приготовления, но добавляет авторский элемент привычные блюда. Например, шварцвальская вишня. Это как пьяная вишня, но добавлен в нем сыр, особый секрет. Сыр добавлен. И на коньяке коньяк особый тоже. Идет пропитка и украшается. Выглядит очень красиво. Добляет изюминку. И процесс приготовления совсем другой. Например, сливки с сыром взбивать. Или наоборот взбить. Сперва сыр, а потом уже добавить сливки, не до конца взбитые. Уже совсем другой вкус. Торты и пирожные, как признается по секрету Сергей, он и сам не прочь отведать. И не только собственного приготовления. Но готовить больше всего любит мясо. Настолько необъятная палитра блюд. Это салат теплый будет состоять из свинины, фасоли сурочковой, листа салата, помидорки черри. Все это будет заправляться проземическим уксусом и оливковым маслом. В день Сергею приходится готовить по 30-40 заказов. Быстро, качественно и вкусно. Свою профессию Сергей считает самой лучшей. Всегда в тепле. Всегда кушать не хочется. Всегда на кухне можешь покушать. Да и ощущение удовлетворенности от того, что приготовленная тобой еда дарит кому-то несколько приятных минут. Повар это все-таки немного волшебник. Город-курорт заиграет новыми красками. Уже совсем скоро стартует молодежный проект уличных граффити «Арт Кубань». Граффити направление популярное. Оно востребовано и интересно молодежи. Стены зданий, трансформаторные будки и другие городские объекты вскоре станут холстом для уличных художников. Жители и гости города к предстоящим переменам относятся положительно. Идея фестиваля многим по вкусу. У нас в Анапе много мрачных районов. Я бы их украсила. Там и детские площадки бы больше нарисовала. Не хватает, конечно. Интересно рисунков всякого. В принципе, не против. Рисование, оно вообще полезно развитию молодежи и всему этому. Обязательно нужно воспользоваться этим. Это нисколько не загрязняет, только украшает. Вообще сейчас молодежь такая развитая, и так приятно смотреть. И они всем интересуются, все умеют, и это было бы классно. Я бы с удовольствием пошла бы и посмотрела. Запланированы четыре номинации проекта. Вторая жизнь, технополис, социальные объекты и общественный транспорт. Первым объектом для яркого обновления станет скейт-парк. Совсем скоро в Анапском скейт-парке появятся не просто черные стены, а красивые и уникальные граффити от молодых художников нашего города. Завершит выпуск прогноз погоды. В среду 21 октября в Анапе пасмурно возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 11-17 градусов, ночью до 13 градусов тепла. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 13 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступны и качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа. Можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.